Чувашская сказка Кехермен Китиль У старика со старухой росли два сына. Старшему Кехитрану было 12 лет, а младшему Кехермен Китилю всего полтора года. Выбежали как-то раз братья на улицу поиграть. Вдруг нежданно-негаданно налетел вихрь, закружил, завертел все кругом, подхватил и унес Кехермен Китиля в царство Перри. В том царстве Кехермен Китиля взял на воспитание царь Перри. Стал парень расти не по дням, а по часам. И скоро вырос выше девяти аршин, в плечах косая сажень, и сила в нем была непомерная. Все дети царства Перри боялись богатыря Кехермен Китиля. Когда он выходил на улицу, сверстники разбегались и издали кричали «Не станем мы с тобой играть, человеческий сын, уходи от нас!» Кехермен Китиль сердился за такие речи на ребят царства Перри, и когда удавалось кого из них поймать, бил и обижал их. Родители пожаловались к царю Перри. «Твой приемыш, сын человеческий, житья не дает нашим детям. Бьет ребят, калечит. Уйми его, либо отправь куда-нибудь из нашего царства». «Эка и беда с этим Кехермен Китилем!» – подумал царь. «Надо как-то от него избавиться!» Напрасно я тогда принял парня. Думал, думал царь и придумал говорить приемышем. «Не пристало тебе такому богатырю с малыми ребятами играть? Сделай шар до клюку. Коли можешь, играй с моими солдатами!» Кехермен Китиль тому рад радеоханен. Пошел в лес, вырвал с корнем два многовековых дуба, из одного сделал огромную тяжелую клюку, а из комля другого дуба вытесал такой же большой шар, что впору только двум силачам поднай. Вышел на улицу и закричал. «Выходи, кто хочет со мной шар гонять!» Послал царь двадцать отборных силачей и солдат и наказал им. «Играйте с Кехермен Китилем!» И помните, сила у него непомерная, и надо вам его во что бы то ни стало обыграть. «Коли вверх возьмете, может, посмернее станет, и легче мне будет от него избавить наше царство. Ведь не знал я, когда взял его у вихря в приемуши, что человеческий сын в один год так вырастет и станет могучим богатырем. Силы-то набрался, а разум ребячий, вот и озорует». Вышли солдаты на площадь. «А Кехермен Китиль, говори, давайте канадца, кому первому начинать?» Первому досталось начинать Кехермен Китилю. Установил он шар поудобнее и с такой силой ударил клюкой из целого дуба, что шар полетел со страшным свистом. Многих солдат оглушил тот свист, иных воздухом с ног сбило. А кто устоял на ногах, да пробовал поймать шар, тех и вовсе покалечило. У кого руку, у кого голову оторвало. Бросил Кехермен Китиль клюку и в досаду и сказал, что за игра? Двадцать человек не могли шар поймать, да еще и покалечились. А царь сидел на крыльце, все это видел и подумал, а ну как он из-за чего-нибудь рассердится, может в сердцах все наше царство разорить? И тут же велел позвать Кехермен Китиля. «Вижу, что в нашем царстве нет тебе поединщика. Спустился бы ты в подземный мир, там слыхал я, есть сильные и могучие богатыри. Найдешь с кем силой помериться». «А как туда попасть?» спросил Кехермен Китиль. «Вступай отсюда прямо на полдень и встретить с тебе провал земли. Это и будет вход в подземный мир». Кехермен Китиль скинул Клюку на плечо и отправился в путь дорогу. Шел-шел и заметил, что в одном месте свет из-под земли пробивается. Подошел ближе и увидал узенький провал. Свет из этого провала и пробивался. Клюкой да руками разгреб землю, расширил ход и спустился в подземное царство. Огляделся и заметил единственную тропу. Шел-шел, притомился и есть захотел. Сел возле тропы отдохнуть. А тут откуда ни возьмись, вчится прямо на него громадный бык с такими большими острыми рогами, что смотреть страшно. Невдалеке остановился бык, стал копытами землю рыть, глаза огнем горят, голову нагнул и ринулся на Кехермен Китиля. А тот легонько ударил клюкой и убил быка на повал. Ухватил Кехермен Китиль быка за хвост, поднял повыше и с такой силой тряхнул, что выпало бычье туши из шкуры, «Обед сам ко мне прибежал», сказал он. Утолил он голод, отдохнул и пошел дальше. Привела его тропинка к избушке, заглянул в окно и увидел. На печи старик спит, постучал и крикнул. «Дедушка, пусти переночевать». «Кто ты есть молодец?» «И как отсюда попал?» «Я сын человеческий, зовут меня Кехермен Китилем». И рассказал старику, как его малым ребенком вихрь унес, а царь Пере усыновил. Сказал царь Пере, что в подземном царстве у вас много богатырей и есть с кем силой повериться. «Парень, ты видать, хороший, не криводушный», проговорил старик. «И мне тебя жалко. Обманул тебя царь Пере, твой приемный отец». Либо сам он ничего не знал о подземном царстве. Владеет царством он страшенное чудовище. У того чудовища 12 рук на каждой руке по 40 пальцев. Сам он живет в подземелье. Оттуда выставляет руки и бесчисленными своими пальцами хватает все живое и здесь, и на белом свете. А как кого ухватит, тотчас затягивает к себе в подземелье и пожирает. Много находилось сильных и смелых богатырей, которые пытались победить чудовище, избавить от 12-рукового в мире. Да все они погибли. Скоро никого в живых не останется, кто не переберется на другой конец земли. И тебе тут оставаться нельзя. Уходи, покуда жив. Отсюда подальше, да поскорей. Уйти дело не хитрое. Уйти я успею. А вот ты скажи, как мне поведать 12-рукового царя? Спросил Кихермен Китиль. Не зачем тебе искать свою погибель, отвечал старик. Да и время сейчас позднее. Ложись, обдыхай. Утро вечером утренее. С теми словами залез старик на печь и в скором времени крепко уснул. А Кихермен Китиль вышел потихоньку из дырбы и отправился по тропинке вдоль берега реки. Шел близко ли, далеко ли, увидал. Низко над землей, крыша приподнимается. А из-под крыши, из верхних окон, во все стороны руки протягиваются. И множество длинных пальцев на тех руках шевелится. Не иначе, как это и есть двенадцатирукий подземный царь, подумал Кихермен Китиль. И вдруг почуял, как потянул его вперед. И тут только заметил, что крепко держит его пальцы и руку видал. Издали ухватил молодца подземный царь. Стал Кихермен Китиль вырываться, и так и сяк повернется, старается освободиться, а сам сам же шагом против воли переступает все ближе и ближе к крыше. И когда чудовище подтащило его совсем близко, осталось лишь втянуть в окно, Кихермен Китиль уперся в стену ногами, поднатужился и так сильно дернулся назад, что напрочь оторвал мохнатую руку толщиной с десятивершковым бревном, кинул руку в реку, а сам воротился в избу и лег спать. Утром, когда позавтракали, сказал старику, пойду хоть издали взгляну, что это за двенадцатирукое чудовище, подземный царь. Как вчера говорил, молвил старик, так и сегодня скажу, не ходи, погубит тебя подземный царь. Чему быть, то и станется, а пойти пойду, стоит на своем, Кихермен Китиль, погляжу, чья возьмет. Ну, твоя воля, махнул рукой, старик, будь по-твоему, ступай, но сперва выслушай, что скажу, не шуточное дело, ты затеял. Рассказал все, что знал про двенадцатирукового подземного царя и под конец прибавил. Коли запомнишь, что я тебе сказал, и с толком за дело возьмешься, может, и победишь, проклятое чудовище. Поблагодарил Кихермен Китиль, старика, подхватил свою клюку и пошел по знакомой тропинке. Когда показались вдали крыши подземного дворца, все одиннадцать рук протянулись в его сторону, и послышался голос. А, опять пришел? Думаешь, одну руку оторвал, так и обессилел меня? Одиннадцать рук еще остались. Живым отсюда не выпущу, сейчас тебя проглочу. Сперва баню натопи, я хоть помоюсь с дороги, а потом делай, что хочешь. Что ж, помоешь, я сказал подземный царь и приказал баню вытопить. Прошло столько-то, сколько-то времени, служанка прибежала. Баня готова, жару пару много, можно мыться. Ступай, мойся скорее, торопить подземный царь. Нечего время терять. У нас принято так, сначала хозяин жар проверить, а уж потом и гости идут париться. Будь по-твоему, потешу тебя перед смертью. Покуда подземный царь в бане был, Кихермен Китиль заскочил во дворец, и как учил его старик, отворил заветный ларец. Бутылку с живой водой поставил, где стояла бессильная вода, а бессильную воду поставил на место живой сильной воды. В ту пору воротился из бани подземный царь. Ступай, мойся поскорее, мне уже обедать пора. Я что-то раздумал, отвечал Кихермен Китиль, давай сначала поборемся, а потом я в баню схожу. Поборемся, так поборемся, сказал подземный царь. И подал бутылку с живой водой, и спей немного. А сам схватил бутылку, бессильной водой стал пить. Сразу почувствовал, что сил у него стало меньше в десять раз. Кихермен Китиль тем временем выпил живую воду, и силы у него удесетерились. Ох, не ту воду я тебе дал, закричал подземный царь. Дай сюда твою бутылку. Выкинул добрый молодец пустую бутылку, ухватил подземного царя и вытащил из подземелья. Потом размахнулся своей клюкой и с одного удара убил обессиленного подземного царя. Разрубил его туловище и освободил великое множество народу. Помолил, видимо-невидимо, людей из разных стран, проглоченных двенадцатироким чудовищем. Идут люди и прославляют богатыря Кихермен Китиля. Встретил добрый молодец своего отца и старшего брата Кихетрана. Обнялись они, поздоровались и все вместе воротились домой. Там устроили пир на весь мир. На том пиру все пили и ели, прославляли геройство и удаль победителя подземного царя доблестного Кихермен Китиля. И я на том пиру был, обо всем узнал и вам рассказал.